Международному аэропорту Оренбург нужно погасить долг перед лизинговой компанией, отремонтировать свои объекты и увеличить пассажиропоток. На это придется потратить порядка 7 миллиардов рублей. Выделять такие средства из областного бюджета нецелесообразно, считают в правительстве. Поэтому скоро состоится приватизация аэровокзалов Оренбурга и Орска. Сегодня объявили о начале торгов. Победитель аукциона должен не только предложить более 1 миллиарда 681 миллиона рублей за акции аэропорта, но и решить почти все его проблемы в течение 4 лет. Архитектурные решения должны быть согласованы с нами. Из ключевых сроков, которые мы установили, за 18 месяцев должна быть проведена экспертиза проекта. И мы должны на руках иметь готовую пройденную экспертизу проект. Через 48 месяцев мы должны иметь построенные объекты. В противном случае пакет акций аэропорта вернется в собственность региона. Отметим, что на реконструкцию новый владелец будет обязан потратить более 3,5 миллиардов рублей. В основном здании аэровокзала должно находиться не менее двух телескопических трапов. А новая парковка должна вмещать более 500 машин. Также частный собственник обязан не увольнять персонал в течение года с момента покупки пакета акций аэропорта. На все эти условия согласны как минимум три инвестора, заявил региональный министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александр Самбурский. Мы рассылали письма, к нам приезжали интересанты, смотрели, интересовались. Это новопорт, это база, это аэропорты регионов. Фактически это три ключевые компании, которые на сегодняшний день держат все аэропортовое хозяйство Российской Федерации в тех или иных городах. Поэтому мы надеемся, что заявки на сегодняшний день будут и очень надеемся, что проект получится успешным. Что касается ремонта взлетно-посадочной полосы, о необходимости которого ранее заявляли в правительстве, заниматься этим инвестор не обязан. На ремонт разыграют отдельные торги, после чего подрядчик сначала выполнит работы на одной части, а затем на другой. На три месяца у нас будет закрыт один торец полосы в течение одного года, и в течение следующего года на три месяца будет закрыт другой торец полосы. Это означает, что взлетно-посадочная полоса будет меньшей длины. Тем самым мы получим ограничения по типу принимаемых воздушных судов. Но, допустим, такие воздушные суда, как Сухой Суперджет, которые на сегодняшний день активно эксплуатируются во многих уже российских авиакомпаниях, они будут летать без ограничений. Торги состоятся 3 сентября. Действительно ли на аукцион заявится несколько инвесторов, остается вопросом. Но в правительстве уверены, что потенциальные собственники даже будут конкурировать между собой в предлагаемой цене, и в итоге аэропорт продадут за большую сумму, чем объявили сейчас. Александр Кацун, Олег Берендеев, Городской телеканал ЮТВ.